Объем с Сергеем Даренко на русской службе новостей. Если раньше они помечали, кто бенефишери, то сейчас там, по-моему, это открывается законом, и это обязательно должны знать. Во всяком случае, спецслужбы государств, которые контролируют оффшоры, точно все это знают. Я думаю, американские спецслужбы тоже все точно знают. Поэтому, что еще можно вскрыть? Почему эта тема? Почему это заявлено как тема переговоров? Я думаю, что сейчас очередной этап заключается в том, чтобы обмениваться информацией. Вот очередной этап. Потому что американцы, да, все знают про все оффшоры. Англичане знают про все оффшоры, которые в юрисдикциях, близких к ним. Точно знают. Я думаю, что проблема только заключается в том, чтобы обмениваться информацией. Понимаешь? Просто чтобы японцы знали от американцев. Понятно, о чем я говорю, да? А дальше что? Вот узнают они. И что дальше? Все равно, как говорят наши бизнесмены, ничего незаконного в этом нет. Нет, незаконного ничего нет. Незаконного ничего нет. Это кипрская компания. Что же тут незаконного? Ничего нет. Значит, послушай, нет незаконного. Но есть пока все еще скрытые, например, искренне или нет, Медведев все время говорил о том, что он не знает, кто хозяин Домодедова. Да. Но потом же его известили, кто хозяин Домодедова. Потому что в конце стоит цепочка из оффшоров, которые номинальный сервис. Существует номинальный сервис. Ну да. И все-таки хотелось бы, чтобы по стратегическим предприятиям было хоть какое-то понимание, это чье. Да. Ну конечно. Понимаешь? Значит, надо обмениваться информацией. Вот об этом речь идет. Об этом речь. Сегодня новая газета. Открываем ее и торжественно читаем на 10-й странице. Неделю назад благосфера разразилась очередными разоблачениями по поводу шикарной дачи, якобы принадлежащей президенту РЖД Владимиру Якунину. Сначала новость появилась на одном из популярных форумов. Потом выступил человек, так-так-так, сообщил подробности. 50-метровый бассейн, хранилище для шуб. А когда тему подхватил... Так, история... Стала сенсацией номер один. Дальше. Президент РЖД пока никак ее не комментировал. А многочисленные упоминания об этом скандале вычищались из интернета. То есть, значит, президент РЖД все-таки деятельно участвовал в том, чтобы погасить конфликт. Вопрос. Кому принадлежит шикарная дача, которую называют дачей Якунина в интернете? Кому принадлежит эта дача? Да, кому. Так вот, слушай. Значит, дача принадлежит, с одной стороны, Мироло Инвестментс ЛТД. Это Кипр. Мироло Инвестментс ЛТД принадлежит Скирон Холдингс, Панама. И Акулинина, Санкт-Петербург. О, нет вообще. Да. Нет. Правильно. Вот, если по прямой цепочке идти, секунду, если идти по прямой цепочке, то дача, называемая дачей Якунина в интернете, принадлежит, с одной стороны, Мироло Инвестментс ЛТД, а с другой стороны, сама Мироло Инвестментс ЛТД принадлежит Скирон Холдингс, Панама. То есть, это офшор. Это офшор владеет 7-10 гектарами, с шикарными зданиями, с 50-метровыми бассейнами и так далее, и так далее. Да. Да, там видят Якунина, он приезжал туда, говорил один человек, что видел его. Но это ничего не значит. Дальше, та же Мироло Инвестментс владеет Акулинина, Санкт-Петербург. И далее выходит, выходит по цепочке, которую расследует Новая Газета, на Виктора Якунина, сына, Андрея Якунина, сына, через лондонскую компанию Venture Investments and Yields Management Инвестментс и на Сергея Башкова. Таким образом, таким образом, дача связана с Якуниным, вероятно, об этом сегодня в Новой Газете, через цепочки офшоров. Которые ведут к его сыновьям. Которые ведут к его сыновьям и которые ведут к нему через сыновей. Это расследование Новая Газета. Что теперь все-таки хотелось бы услышать от Якунина, который по-настоящему наш учитель, большой учитель, Якунин же большой учитель, наравне с Мизулиной, он нас учит добру, Якунин. Да, конечно. И в этот момент нам хотелось бы, безусловно, от нашего учителя, от нашего гуру, безусы, гуру, наш нравственный гуру Якунин, конечно, должен высказаться и опровергнуть эту информацию Новой Газеты и сказать, что это, конечно, ложь. Конечно, ложь. Он не мог владеть русской землей через панамские и кипрские офшоры. Это, по существу, нравственное оглумление над русской землей. Правда же? Взять и продать русскую землю, воспользовавшись своим высоким положением, нравственным авторитетом, взять и продать русскую землю панамским и кипрским офшорам, это выглядело бы безнравственно. На деньги получены от русских людей. Это было бы безнравственно, если бы это было правдой. И я жду категорического, категорического слова опровержения от Якунина. Не может это быть правдой, потому что если это правда, значит, учителя, нравственные наши учителя, есть просто подонки. А как это может быть? Это опрокидывает мой мир, понимаешь? Я, кстати говоря, хотел подойти к Якунину на съезде ОНФ и должен вам сказать, что он абсолютно безнравственно ускользнул от этого важного события в нашей жизни. Он в этот момент, да, именно. Когда было съезд ОНФ, когда мы все в восторге, слились в восторге предвкушения славного будущего, Якунин уехал к Майклу Кентскому и ел там с английским «принцем». Это тоже мне показалось пренебрежением людьми русскими, пренебрежением русскими людьми. Ловите его теперь у Кентского. Он где-то у Кентского, а земля русская скинута в офшоры, и это мне не нравится. Внутренне я чувствую, что это в этом какую-то большую неправду. Я жду опровержения от Якунина. Поехали дальше. Русская служба новостей.